Радиостанция Радонеж Дорогие наши слушатели, радиостанция Радонеж подготовила для вас в этом часе нашего веща две передачи. Вначале это будет беседа журналиста Елены Смирновой с протеереем Николаем Чернышевым об иконе «Сошествие во ад». Продолжаются пасхальные дни, а как раз вот этот образ является непостижимое таинство, при котором привечный и безграничный Бог коснулся границы времени и пространства. Подробнее об этом сразу после анонса. А затем нашу программу продолжит журналист Людмила Кириллова. И сегодня она обратится к творчеству Милия Алексеевича Балакирева. Композитора, пианиста, дирижера и педагога, главы могучей кучки. Отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему. Радио Радонеж Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует журналист Елена Смирнова. Сегодняшняя тема – икона «Сошествие во ад». Мы беседуем с клириком храма святителя Николая в Клёниках, протеереем Николаем Чернышевым, иконописцем, преподавателем православного святотихоновства Богословского института, доцентом кафедры иконописи, членом патриаршей искусствоведческой комиссии. Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, здравствуйте! Рад вас приветствовать и рад участвовать в передаче на такую важную тему. Прошел Великий пост и длится праздник всех праздников – Пасха Христова, воскресение Христова. И вот, если вы помните, вы, конечно, участвовали не только в пасхальном богослужении, но и в богослужениях Страстной Седмицы, и еще во время богослужения Великого Суббота происходит переоблачение духовенства из постных в светлые облачения, и в центре храма возлагается образ воскресения Христова, который иначе именуется «Сошествие во ад». Отец Николай, мне всегда удивительно, когда священники в Великую Субботу переоблачаются в эти блистающие, как снег, белые одеяния. Это скорее напоминает преображение. И сама икона «Сошествие во ад», она мне тоже немного напоминает праздник преображения. Да, в этих образах есть общие черты, хотя они, конечно, посвящены разным событиям, в них разное содержание, но общее в них – это свет. Тот свет, которого вы не могли не заметить и при переоблачении духовенства, и который явлен и на иконе преображения Господня, и в полную силу сияет и в центре образа Христова «Сошествие во ад». Всякая икона – это икона Христа. Кто бы ни был на ней изображен, мы можем изображать святого потому, что в нем воплотился Христос в его жизни. А здесь видим самого Христа в необычайном образе, совсем не таком, в каком видим его на других иконах. Вот только упомянутая вами икона преображения несколько похожа. Чем они похожи? Те же одежды, совершенно такие, какие не может белильщик на земле выбелить, не хитон и гематий, земные одежды, в каких ходил по земле Спаситель, проповедуя в том числе и о своем воскресении, и о вечной жизни. Но те одежды, на которых уже отблеск вечной его славы, вечного сияния, увидев, которые упали ниц апостолы на горе Фавор, и которые, мы видим, покрыты одеждой Христа на иконе «Сошествие во ад». Особенно это подчеркивается тем, что вокруг Христа мы видим и адские бездны тоже. Мы видим и мрак, не скрывает церковь от нас существование этого мрака, этого ада. Вот один из самых, может быть, просветленных иконописцев русских, Дионисий, если вспомним икону, принадлежащую его мастерской, на ней ведь почти треть площади занимает ад. То есть кромешная тьма, да? Кромешная тьма и залита все черной краской, на которой призраки страстей человеческих и отображение, как побеждают их ангелы. И несмотря на то, что вот такая большая площадь этого адского мрака, все равно это одна из самых светоносных икон. Свет Христов, который просвещает всех и побеждает всю. Христа неслучайно называют святые отцы победителем ада. Мы не знаем до конца участи ни ныне отошедших от нас в мир иной, ни что будет. Но в любых случаях мы празднуем сегодня победу Христа над смертью, победу над адом, победу над мраком, тоской, унынием и смертью. Но прежде всего этот образ именно об этом, именно это он являет нам, являет эту реальность. Это касается не только людей, живущих сегодня на земле. Что еще мы видим на этой иконе? Мы видим, как изымает из ада Христос самого первого созданного Богом человека, Адама. Иногда он изображается вместе с праматерью Евой, и тогда в обеих руках спасителя, и Адам, и Ева, с мольбой к нему. Но их жесты несколько немощны. Художник показывает, что не в состоянии собственными человеческими силами победить смерть. Для этого и необходимо было и воплощение Сыны Божия, и Его крестная смерть, и воскресение, и не только воскресение, но и до адских бездн, снисшествия, для того, чтобы не оставалось, по слову Иоанна Златоуста, которую мы послышали в пасхальную ночь, воскрес Христос, и никто же в огробе, начиная с Адама. Мы видим и пророков на этой иконе, которые пророчествовали именно о том, что семя жены сотрет голову змию, о том, что придет победитель ада. И эти пророки находились там же, где и Адам, и Ева не было, иного никакого места для них пока не пришел спаситель мира. Чаяли многие столетия и тысячелетия Его пришествия именно для этого, именно чтобы была разрушена власть тьмы, мрака, зла, смерти и тоски и безнадежности. И чаяния людей многих и многих, а тысячелетия, начиная вот с первых самых людей, были исполнены пришествием в мир Христа. Мы видим иногда на иконах изображаются и многие другие люди, часть из них с нимбами, часть без нимбов. И здесь речь о том, что каждый подвигом Христовым, Его крестной смертью, которую Он претерпел за каждого из нас, может иметь надежду на воскресение мертвых и жизнь будущего века. То, о чем каждый из нас читает о самом себе в символе веры – чары воскресения мертвых и жизни будущего века. И эту надежду нам, людям без нимбов, дарует Христос. И интересно, что там часто изображается и царь Давид, как один из правоцов Господа нашего Иисуса Христа, и царь Соломон, строитель храма. А ведь именно Христос сказал... Будет разрушен храм, и я в три дня воссоздам его. И кроме того, изображен Авель, первенец и первый человек, принявший смерть. Но, как говорят святые отцы, те праведники, которые были в аду, они не совсем были погружены во тьму. Они просто были лишены полного света. Но мы уже сказали, что свет Христов просвещает всех. До Христа, который сошел в ад и умалил себя таким образом, последний раз до самого конца умалил, все-таки в аду даже шла проповедь о Христе, о воскрешении мертвых. И по святым отцам эту проповедь говорил и Симеон, богоприимец, приявший когда-то в свои руки Бога-младенца Христа, и явившийся таким образом свидетелем прихода Христа. И также и Иоанн Предтеча, который тоже часто бывает изображен на иконе в сошествии в ад. А вот, батюшка, там мы очень часто видим какие-то ключи, замки. Что это такое в этой бездне? Вот замечательно, что вы перечислили многих персонажей, изображенных на иконе в сошествии в ад. Это назидательно для нас. Каждый из нас должен с вниманием вглядываться в каждый образ. Все это для нас является назиданием, поучением, проповедью и источником радости. И вот о ключах теперь, которые на фоне адского мрака. Это, конечно, символы несвободы человека. Там не столько даже ключи, сколько замки, сколько цепи, сколько орудия мучений, которые сам человек собственными своими страстями испытывает и приводит себя в такую несвободу, отвергаясь от свободы Христовой, думая, что его вседозволенность – это и есть свобода. На самом деле приходит к несвободе. Помните, как у апостола к свободе, призванной вы, братья, только смотрите, чтобы свобода ваша не была бы к угождению плоти. Именно потому, что это тотчас становится источником несвободы. А что это за две перекладины, на которых стоит Господь над адской бездной? Да, они иногда бывают тоже покрыты лучами света в технике, в такой же, как и одежда самого Спасителя исполнена. Техника называется ассист. Потому что отблеск славы Господней на всем без исключения перекладины – это двери ада, которые разрушены Христом. Видите, не случайно они не как-то заперты, а они перекрещены. Здесь отголосок и креста Господня, но стоит, попирает их Христос ногами своими. И это символ победы Христа над властью тьмы. Уже и сами врата ада начинают быть освященными светом Христовым. Побраны им и не имеют уже никакой власти над человеком. Вот что приносит Христос – победу над этой несвободой. Но сам крест Христов, как правило, над изображением Господа. И этот крест держат ангелы святые. Вот мы дошли до одного из необходимейших элементов этой иконы. Иногда бывает, что в обеих руках Спаситель держит и Адама, и Еву. А бывает, что одной рукой вытягивает первого нашего правоца Адама, как символ самого первого человека, родоначальника всех людей, за которым уже и Ева, и все остальные поколения. Но другой рукой он держит крест – орудие спасения. Орудие собственных своих сначала страданий, страшных, до этого считавшихся не только мучительнейшими, но и позорнейшими. Но из страха и позора и ужаса и мучений крест стал орудием славы, орудием нашего спасения. Здесь существуют две иконографии. Или собственные десницы своей держат Господь крест, и тогда он вот так снизу доверху от небес до адских бездн простирается через все подробности Земли, через все ее горы и долы, показывая тем самым, что нет другого пути к спасению ни для кого. И это радости для ангелов и для всех людей, и проповедь, и для пребывавших в аду. Но бывает и так, что вот обе руки Христа заняты извлечением из ада первых людей – Адама и Евы. Но тогда все равно наверху изображены ангелы, которые тоже являют для нас этот необходимейший символ, можно сказать, необходимый и достаточный для церкви – крест Христов. Еще хотелось бы поговорить о изобразительных, о художественных особенностях этого образа. Все, как правило, отмечают такую парадоксальность. Икона изображает сошествие во ад. Но на самом деле мы видим, что Христос возносится. Это какой-то одновременный такой момент и сошествия, и точного такого моментального вознесения вверх. У него даже одна нога как на ступень вот так вот поднята бывает, да, и в то же время его одеяния развиваются так, как они могут развиваться у человека, который прыгает вниз. Вот как это такими изобразительными средствами можно показать богословие этого необычайного космического момента, когда небо сходит на землю, и когда это небо вытягивает землю туда в себя, в свои сферы. Вы в своих словах совместили вот эти два понятия художественные средства и богословское содержание воскрешения и сошествия во ад. Здесь важно именно это подчеркнуть, собственно, икона, это и подчеркивает, что это касается не только земной нашей реальности, не только частные события, которых немало было и во времена земной жизни спасителей, и которые описаны в Евангелии и воскрешении Лазаря, и воскрешении им, и еще нескольких людей, о которых мы тоже с благоговением и радостью читаем в Святом Евангелии, которые тоже важны для нас, но как провозвестники, и как прообразы общей победы над смертью во всей Вселенной, и во всей ширине, и во всей глубине, доходящей до самых глубин ада. Вот богословская сторона. Сложнейшая задача стоит перед художниками выразить это. В том и ценность канона, что он многими разнообразными традициями, многими стилями позволяет это содержание, которое изложено и в первоисточнике нашей веры, в Святом Евангелии, и в богословских текстах, прежде всего в Цветной Терриоде, позволяет это содержание образным, художественным языком явить для нас. Многие черты вы уже перечислили. Действительно, есть и статика, как нерушимая устойчивость, несокрушимость этой победы, знамени непобедимой победы, как о кресте сказано. Но одновременно с этим и динамика, постоянная устремленность из адских бездн к небесам, не останавливаясь нигде. Живописные средства таковы, что важно показать и адские бездны, адские глубины. Конечно, это должно быть выражено и максимально темными красками, какие только есть, прежде всего и черной краской. Но не имеет права икона такая быть мрачной, хотя и именуется она «Сошествие в ад». Всегда, в каких бы стилях, в каких бы школах не создавалась, в какие бы времена, в какой бы земле не создавалась эта икона, всегда явлена победа света над тьмой. Вот живописная задача, она же и богословская задача, стоящая перед этим образом. И сокровища канона церковного в разных его традициях позволяют это явить, и мы видим прекрасные решения во многих, во многих традициях и стилях. Победы света над тьмой полнокровная, одна из самых красочных икон. Есть иконы очень сдержанные, есть все залитые светом, как преображение, а здесь борьба и победа, явление и того, и другого, явление и ада, и безмерно более сильного, несопоставимо более сильного царства небесного. Фон, как правило, золотой, и это известное традиционное средство, которое показывает, что свет, который на одеждах Христа, это уже не солнечный свет, а это отблеск славы вечного Божьего мира. Раньше подобная икона называлась Анастасис, по-гречески «воскресение», но также по-гречески можно перевести как «воскрешение», и поэтому, наверное, батюшка, не зря мы выкладываем икону «Сошествие в ад» именно на Пасху, потому что здесь мы имеем еще и воскрешение мертвых, не только воскресение Христа. Я повторю, что это событие, конечно, касающееся не только нас с вами, не только сегодняшнего дня, касающееся. Действительно, это происходит и, как по-славянски, «днесь», здесь и сейчас тоже. Это не только воспоминание того, что однажды в истории произошло, но снова и снова и страдает на кресте Господь, и умирает за каждого из нас, и воскресает для спасения каждого из нас. И здесь вы отметили вот это чередование букв в славянском слове «воскресение», воскрешение, которое открывает для нас новые смыслы, не только собственное воскресение Христова, но и воскрешение мертвых, начиная от самых первых людей, про отца Адама, про матери Евы. Не остается, по слову святителя Иоанна из его огласительного пасхального слова, «никто же в Аде не остается», иначе это было бы поражением Христа, поражением Бога. Вот о чем свидетельствует нам икона Сушествия Бога. Ваше настойчивое вот это повторение слов о воскрешении всех, это ведь в соответствии тому, чему и апостол Павел учит нас, что если Христос не воскрес, то тщепная вера наша. То есть это говорит о том, что это центральное событие и в евангельской истории, и во всей нашей вере. Действительно, праздник всех праздников. Я читала, что подобная иконография установилась к IX веку. До этого были разные изображения. Там, допустим, по слову Христа, что знамение его будет, как знамение пророка Ионы. Изображалось аллегорически воскресение Христа, как Иона, который исторгается из чрева кита. Было изображение VI века, немножко похожее на то, которое мы имеем сейчас. Но есть эти другие изображения воскресения Христова. Вы не расскажете о них? Есть события Ветхого Завета, которые послужили прообразами для Нового Завета, которые во время евангельских событий они все с удивительной точностью исполнились в земной жизни самого Христа. В том числе и то, о чем он сам говорил, о том, что его знамение будет наподобие знамения Ионы пророков. И сейчас уже нет нужды для таких акцентирований вот этих Ветхозаветных событий и изображений, потому что для нас явлена и сама реальность, не только ее прообразы. Сейчас те знаменования исполнились, которые предсказывал нам Ветхий Завет. А в Новом Завете, если будем читать последние его главы, мы вспомним и о том, как пришли на гроб Христов на другой день. В раннее, раннее утро после субботы пришли жены-мироносицы к гробу Господню для того, чтобы помазать его тело благовонным миром по обычаю того времени. И увидели то, что совершенно не могли себе представить никак. И вот этому событию, этим словам, которые мы слышим, читает священник неоднократно в течение года за всеночным бдением перед воскресным днем, потому что, как мы знаем, каждое из воскресений всего церковного года это Малая Пасха, этому событию явление ангела у гроба Господня посвящена икона, которая так и называется жены-мироносицы у гроба Господня. Что здесь важно? Есть вот очевидные, перечисленные элементы иконы сами жены-мироносицы или вдвоем, или втроем. Гроб Господень перед ними и иногда изображается ангел, иногда просто гроб и сами жены-мироносицы. Но что здесь существенное, на что современный человек не очень обращает внимание, а обратив внимание, не очень придаёт значение. Это для современного человека кажется чем-то самим собой разумеющимся. Это пелены, которыми было обвито тело Христова перед его положением вокруг, собственно, святая плащаница и убрус, который был на его голове. Кажется нам в наши дни, что это просто так. На самом деле, для людей евангельских времён, когда евангелисты записывали события, о котором они были свидетелями, это было чрезвычайно важно, потому что каждый из умиравших иудеев был окутываем вот в эти перены, которые, в свою очередь, были пропитаны особыми смолами, которые не давали возможности этим пеленам развернуться. То есть, они склеивались на кратко. Да, да. Создавалось подобие мумии. Этот обычай, видимо, пришёл ещё из египетских времён. И, поскольку это было всегда именно так, никогда по-другому не бывало, и они были свидетелями положения Христа во гробе, точно такого же, как и всегда, погребения и всех ритуалов, предшествовавших этому, когда этими драгоценными и особым образом устроенными смолами, которые намертво, здесь вот это слово очень важно, намертво укутывали тело умершего человека. И вот это намертво тоже было образом его погребения для вечной смерти. Здесь они вдруг увидели то, что и вот это намертво больше не существует. И здесь они, не увидев ещё самого Христа, уже увидели его победу над смертью. Никакие физические законы, которые столетиями, тысячелетиями существовали, невластны оказались над Христом. Вот о чём икона Жона Мироносец у гроба Господня. Она говорит больше, чем кажется нам людям сегодняшней культуры, когда такие особенности для нас остаётся такими закрытыми, неизвестными, а это поразило и евангелистов, поэтому всегда подчёркивается это в Евангелии о том, что увидели пелены и сударь, бывший на голове, особи, свит на едином месте. Помните, как по-славянски это читается, и это для них было чем-то невероятным событием каким-то, потому что это невозможно было разодрать друг от друга. Тем более невероятно то, что отсутствовало тело Христово. И через какое-то время они увидели того, кого сначала приняли за садовника, и потом вскоре он им открылся спаситель наш. Но здесь икона как правило этого не показывает, а исключительно вот это удивление и радость, само вот это отсутствие Христа во гробе уже для жен мироносец было свидетельством того, что не то, что он кем-то украден, был унесён, разодрать эти пелены никому не представлялось никакой возможности это всё достаточно быстро превращалось во что-то совершенно окаменевшее такое, единое с человеческим телом. Поэтому, конечно, и удивительно, что они столкнулись с иной реальностью. С иной реальностью, которая... Если бы показали именно воскресшего Христа, это было бы по-другому, а здесь именно иная реальность. Вот то, что мы видим на земле, а за этим стоит то, что мы не видим. Редкий случай в иконографии, когда мы чувственными глазами самого Христа не видим, но если мы вчитываемся с верой, вчитываемся в Евангелие, с верой вслушиваемся в богослужебный текст, в само богослужение, участвуем во всём его строе, для нас этот образ тоже образ воскресения Христа из мёртвых. И вот это тоже одна из самых святоносных икон, где никакого мрака нет, где всё светло, и фон светлый, и эти пелены белые, и ангел, восседающий на камне, который закрывал вход в пещеру, где был погребён Христос, в белых тоже одеждах. Сейчас мы говорили с вами о двух образах несомненно православных. Есть ещё иконография Христа, где он является жёном-мироносицем и говорит «не прикасайся ко мне», если вы помните тоже евангельские изглубы. это больше используется иконография для настенных росписей. Конечно, многие художники посвящали этому событию, свои произведения, стремились передать это событие разнообразнейшим образом, но есть иконография, где Христос непосредственно встаёт из гроба и изображены спящими стражники, которые сторожили гроб по приказу Пилата. И это имеет свой смысл, своё значение, свою ценность. Это говорит о том, что не было никаких свидетелей. Вот стражники заснули, никого больше не было, и не было ни одного человека, на основании свидетельств которого мы можем говорить о Христе исключительно только по словам самого Христа мы можем говорить. Есть икона и изображение Христа с ангелами, но для нас наиболее существенной, наиболее проникнутой самым глубоким смыслом является, конечно, сошествие его ад, потому что в ней не только иллюстрация событий, не только то, что в этот единственный, уникальный, неповторимый момент мы можем увидеть произошедшее, но и то, что богословской мыслью отцов, составлявших для нас богослужение пасхальное, открыто для нас, это явлено на иконе сошествия Христа в ад. На ней тоже есть ангелы, ангелы, которые, как Вы сказали, несут крест Христов и участвуют тоже в этом событии, не только земной, человеческий мир, и, конечно, не только адский мир, но и ангельский мир участвует в этом событии тоже. Есть множество стилей и школ, есть множество разнообразных изводов, всматривайтесь в них, все они обогащают нас и раскрывают необходимое для нашей жизни во Христе и в Духе Святом. Сегодня мы пробовали говорить о тех константах, о тех обязательных элементах иконографии Воскресения Христова, которые есть во всех, без исключения стилях и школах иконографических, по крайней мере, в большинстве из них. Но есть и еще нечто, о чем еще не довелось рассказать. Посмотрите внимательно на руках и ногах Христа, вы обязательно увидите раны от гвоздей, которыми было прибито к кресту его причистое тело. Это то самое тело, которое висело на кресте, то самое тело, оно же и воскресло не каким-то призрачным образом. Весь Христос с его причистым телом и пресвятой душой воскрес и в этом же самом теле пребывает, как бы нам ни казалось это удивительным и как бы не было трудно в это поверить, но и сейчас в том же самом теле пребывает Господь и на небесах и с нами пребывает снова и снова и отдает самого себя за спасение каждого из нас снова и снова в пасхальные дни остается с нами. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Докучавший своими советами умник, а во второй половине своей жизни вдруг погрузившийся в религию человек Настало время осмыслить судьбу этого выдающегося художника в круге его духовной жизни Мало кому известный, но открывающийся нам сегодня благодаря сохранившимся письмам, документам и свидетельствам близко знавших его людей Субтитры создавал DimaTorzok Вознесенской церкви Нижнего Новгорода за 1836 год записано Декабря 21 числа у служащего в соляном правлении губернского секретаря Алексея Константиновича Балакирева Из оконной жены его, Елизаветы Ивановны, родился сын Милей и крещен того же месяца 27 числа В какой атмосфере происходило воспитание будущего композитора? Наверное, можно сказать, что в обычной для того времени Каждое воскресенье и в празднике семья Балакиревых посещала церковь Маленький Милей очень любил образки У него был в доме свой уголок, где были развешаны подаренные ему иконы И он любил, уединившись, в тишине посидеть там Однако ребенком он был чрезвычайно резвым и живым Мать заметила, что ребенок подолгу не отходит от фортепьяна Она проверила его слух, и он оказался абсолютным Тогда она предприняла нелегкое путешествие в Москву Чтобы отвезти сына к великолепному пианисту И выдающемуся педагогу Александру Ивановичу Дюбеку Позже ставшему профессором Московской консерватории Десять уроков игры на фортепьяно, полученные тогда юным музыкантом Послужили в будущем бесценной основой блистательного пианизма Балакирева В развитии музыкального таланта юного композитора Огромную роль сыграл еще один выдающийся человек Александр Дмитриевич Улыбышев Его дом в Нижнем Новгороде был центром музыки и искусства Улыбышев был фигурой яркой, заметной в культурной среде России Более того, он был даже известен в Европе Как автор монографии о Моцарте на французском языке В то время это была лучшая книга о Моцарте В доме Улыбышева Балакирев нашел себе не только педагогов музыки, но и вступил в широкий круг самых образованных людей того времени В доме звучали разнообразные новинки современной музыки Здесь состоялся дирижерский дебют Балакирева Он вышел к оркестру в 15 лет и отважно продирижировал 8 симфонии Бетховена С тех пор опытные музыканты называли юношу коллегой Почтительно и с нескрываемым восхищением относились к его уникальным способностям Юный музыкант был не только чрезвычайно одарен, но и необычайно трудолюбив Он постоянно занимался самообразованием Это и позволяло ему приумножать данные ему от природы таланты Юный музыкант Когда Балакиреву исполнилось 19, он приехал в Петербург Общительный и добрый нрав Балакирева Помог ему в очень короткие сроки свести знакомство с замечательными людьми того времени Он знакомится с Антоном Рубинштейном, с Александром Доргомышским И с обожаемым им Михаилом Ивановичем Глинкой В доме Глинки он оказался благодаря блестящей рекомендации Улыбышева В обществе Михаила Ивановича молодой музыкант провел несколько месяцев Общение это было бесценным Не только для них обоих, но и для судьбы русского искусства После этих встреч великий композитор, которому оставалось совсем уже недолго жить Указывал на молодого Балакирева как на своего продолжателя в искусстве Этот момент стал поворотным в жизни Мили Алексеевича Теперь он дорожит каждым днем жизни, чтобы суметь осуществить переданное ему дело Глинки С детства на туре Балакирева были чужды заискивания и угождения, расчетливость и корысть Он осознанно отказывается от устройства личной карьеры, пренебрегает удобствами жизни И самоотверженно бросается в волны житейского моря Частные уроки, участие в концертах в качестве пианиста, концертмистера и композитора Дают ему весьма скромные средства Но он вынужден даже ими делиться с пожилым отцом и с сестрами Одна из которых живет как помощница в его петербургском доме В концертах начинают звучать его камерные сочинения, в том числе и романс ПЕСНЯ 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 Напоминают мне Твои жестокие Напевы твои. И степь и ночи принудят черты Налекой медной тяны. Я призрак милый роковой, Тебя увидев залываю. Но ты поешь и предо мной, Его я вновь воображаю, Его я вновь воображаю. Имя и искусство молодого музыканта не остается незамеченным. О нем начинают писать критики. Композитор и критик Александр Серов пишут, что талант Балакирева – богатая находка для отечественной музыки. Наступает 1856 год. Балакирев знакомится с Цезарем Кьюи и Модестом Мусорским. И делается, если не учителем, то руководителем в их музыкальных занятиях, чем и было положено начало кружку, получившему позже название «Новой русской музыкальной школы» или, по меткому выражению Владимира Стасова, «Могучей кучки». К ним вскоре присоединяются Александр Бородин, критик Владимир Стасов и Николай Римский-Корсаков. Вместе они размышляют и спорят о судьбе русской музыки. Эти встречи происходили в маленькой гостиной Балакирева, оклеенной светлыми обоями, на стенах которой висели фотографические виды разных церквей, монастырей и портреты Берлиоза, Листа, Шопена и Шумана. Здесь же стояли два рояля, чтобы можно было играть в четыре и в восемь рук. В музицировании охотно принимали участие все участники Балакиревского кружка. Милий Алексеевич свои горячие речи то и дело прерывал музыкальными иллюстрациями, ведь самыми вескими аргументами в их спорах всегда были живые звуки музыки. Балакирев совсем пылом убеждал своих друзей в том, что именно им предстоит обогатить русское искусство новыми идеями и сюжетами. Для этого надо взорвать затхлые старые формы и последовать за Глинкой, который говорил, что музыку пишет русский народ, а композиторы ее только аранжируют. Балакирев был главным вдохновителем этих собраний, главным идеологом русской музыки на ближайшие десятилетия. Он почти совсем оставляет собственное композиторское творчество, подсказывая друзьям сюжеты будущих опер, симфонических произведений. Он критикует, редактирует, советует и выправляет новые сочинения Мусоргского, Кюи, Бородина, наставляет совсем тогда молодого римского Корсакова и радуется удачам каждого из них, опять же забывая о себе. Успех, слава, богатство – все отринуто и не имеет никакого значения, потому что главная цель жизни – направить русскую музыку в нужное русло. Балакирев почти десять полных лет крепко держит в своих сильных руках штурвал корабля русской музыки, определяя ход событий. Ему мало могучей кучки, он знакомится с Чайковским, вступает с ним в переписку. Тот горячо откликается на предложение Балакирева написать увертюру Ромео Джульетта, а позже, по настоятельной просьбе Балакирева, пишет и симфонию «Манфред». Сегодня многое из того, что мы любим и знаем из русской музыки XIX века, вдохновлено и подсказано Нилием Алексеевичем Балакиревым. Однако его занятия композицией продолжались, и петербургская публика рукоплескала его новым произведением. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Деятельный Кипучий Балакирев понимал, что новую прогрессивную музыку следует сразу же предъявить слушателям. И он становится во главе бесплатной музыкальной школы, дирижирует концертами, а в 1867 году принимает на себя и руководство русским музыкальным обществом, дирижируя его симфоническими собраниями и определяя концертный репертуар. Именно его музыкальная эрудиция, его вкус влияют на музыкальное воспитание целого слоя культурной русской публики. Но, как это бывает нередко с сильными натурами, ему приходится пережить нечто, что заставляет его остановиться, оглядеться, переосмыслить свою жизнь и, изменив ее, начать все сначала. В начале 70-х годов Балакирев переживает страшный душевный кризис. Он прекращает общение почти со всеми, с кем была связана его жизнь прежде. «Как часто мне вдали туманный, сквозь дел и дум докучный ряд, вдруг звуки памятью нежданны, былое время озарят». Что же случилось? Балакирев остался один в той самой гостиной, где еще недавно звучали раскаты смеха, дружелюбные голоса друзей, столь дорогих его сердцу. Он чувствовал себя совершенно раздавленным, суетой, предательством, постоянным недопониманием, насмешками. Отчаяние охватило его, в душе горела обида. И жизнь тогда потеряла для него всякий смысл. Что делать дальше? Спустя год он уже напишет одному из друзей. «Со мной произошло чудо, о большем сказать пока не могу. Теперь я с Богом и сторонюсь тех, кто может осмеять мою веру». В каждой комнате его квартиры появляются образа, перед ними теперь горят лампады. Позанимавшись с учеником, Балакирев, провожая его, как отец крестит его на дорогу. Перемены эти заметили все бывшие и новые друзья Балакирева, члены могучей кучки, избравшие каждый свой путь и развившиеся с его помощью больших музыкантов, постепенно отходят от него. Балакирев в это время сочиняет духовную музыку. Одно из его песнопений и в наши дни звучит в православных храмах. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» Спустя несколько лет Мили Балакирев вновь возвращается к активной жизни. Сочиняет, дирижирует. В 80-е и 90-е годы возвращается к директорству бесплатной музыкальной школы. В одном из ее концертов, наконец, прозвучала долго вынашиваемая композитором симфоническая поэма «Тамара», одной из самых исполняемых сочинений Балакирева в наше время. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 1883 год. На престол взошел Александр III. Перемены, возникшие с его восшествием, коснулись и придворной певческой капеллы. Управляющим капеллой стал Мили Балакирев. Он и здесь нашел широкое поле для своей педагогической деятельности. Один из его учеников писал «Главное, чему мы научились от Мили Алексеевича, это бережному, вдумчивому отношению к тому искусству, которому мы себя посвятили». Для Милия Балакирева музыкальное искусство было великой, возвышенной областью, действовать в которой было огромным счастьем. Он сам об этом не раз говорил. На одном из творческих юбилеев Балакирева ученики преподнесли ему подарок, который растрогал его до глубины души. Это был слепок с руки Листа, оправленный в золото. Всем было известно, как высоко почитал Листа Балакирев. Но не все знали о том, что Лист, впервые услышав фортепианную фантазию Балакирева и Сломей, сказал «За последние 15 лет это первая пьеса, встреченная мною, которая меня интересует и которая мне нравится». Какая оригинальность, какая стила и какое знание фортепианной техники. Известно, что чем ближе подступала к Балакиреву старость, тем чаще он вспоминал духовное завещание своего отца. «С уму дадут, не спорь с судьбою, у Бога все равны. Пред Ним смирись с детской простотою, из сердца скорбь слетит, как дым. Пробудешь струны, пой без лести, будь неподкупен в деле чести, люби Творца своих владык и будь в ничтожестве велик». Вы слушали передачу, которую подготовила и провела журналист Людмила Кириллова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok